Когда в жизни у меня не было контакта с чернокожими людьми, в этом плане я расистка. И вместо белозубого Джона ко мне пришел пакистанский мачо. Грязный, долгий и продолжительный секс на протяжении всего этого времени. У меня из-за тебя все болит, я слишком сильно тебя хочу. Я считаю девушек грязными, когда у них идет месячный. Среднего отпиралась, что это не месячный, что я поцарапалась. И он говорит, если у тебя нет месячных, можно тебя пригласить на девушку? И ее там закрыли, то есть она не понимала, как оттуда уехать, у нее забрали паспорт. Вообще азиаты это очень прибыль, очень, с вот такими вот размерами, чаще всего. Логично. Логично, логично. Такой вопрос, знают ли твои близкие, знают ли твои родственники о том, чем ты занимаешься, о твоей работе? Мне пришлось сказать, когда я летала, получалось так, что в некоторые месяцы я была в городе один день или один раз в несколько месяцев. Соответственно, в этой ситуации нужно либо знакомить всех с каким-то очень обеспеченным ухажером, либо уже говорить, как есть. Ну и наступил момент, когда я решила, что лучше сказать. А как твои родители восприняли это? Как родители, близкие, знакомые? Ну, наверное, важным моментом для них было то, что мне все-таки платят именно за мое время. То есть это их очень сильно успокоило, в частности, мою маму. То есть изначально это было фу, проститутка, как ужасно. А потом, когда она поняла, что, в общем-то, это скорее мои коммуникативные навыки оценивают, в общем-то, достаточно хорошо. Хорошо. И как-то она стала относиться к этому спокойнее. Близкие друзья знают, родители, мне кажется, что они знают, потому что меня столько раз шантажировали, столько раз им отправляли эту информацию. Мы никогда об этом не говорили. То есть я предупреждала о том, что меня взломали, сейчас пришлют фото, сейчас будет там что-то кринжовое, не бойтесь со мной, все в порядке, я окей. И они говорили мне о том, что они в эту историю не верят, но я думаю, уже все все давно понимают. Расскажи, пожалуйста, если ты знаешь, если я осведомлена в этих вопросах, как вообще заманивают девушек за границу фейковые предложения, какие-то опасные предложения рабства. И вот все в таком ключе. Есть ли у тебя какие-то знания в этом вопросе? Поделись, пожалуйста. Я знаю, расскажу тогда только про то, что я знаю. Знаю, что одно из самых опасных направлений – это Северный Кипр. Очень у многих девушек возникают там какие-то сложности, даже те, кто летали так же, как я, через мой сайт. То есть не раз я слышала, что там возникали какие-то странные, непонятные ситуации. С точки зрения заманивают – это обычно менеджеры, агенты, которые пишут в социальных сетях, предлагают большие хорошие деньги, там, например, 800 долларов в час. И девочка, соответственно, изначально умножает это все, думает, что я же могу работать 10 часов в день и умножить это все еще и на 30 дней. И у нее получается сумма, которую она, естественно, никак не сможет заработать в нашей стране. И она на это идет и не понимает, что, во-первых, работы будет не настолько много. Во-вторых, даже если ее будет много, то нужно все равно 50% отдать менеджеру. То есть просто они учитывают риски и не видят ситуацию целиком. Ты упомянула странные, непонятные ситуации на Кипре. А что это? Как пример, я помню, как девушка приехала туда к мужчине, и ее там закрыли. То есть она не понимала, как оттуда уехать, у нее забрали паспорт. Я не помню, чем закончилась эта история, но, тем не менее, для меня был пунктик такой, что есть одно направление, куда я точно не буду пытаться поехать. Мы выяснили, какая самая опасная страна. Логично будет узнать, какие страны или страна, на твой взгляд, является наиболее благополучной для целей таких. Я очень сильно люблю Дубай. Для меня это такое место силы и место денег. То есть всегда, даже когда я летела проездом и оказывалась в Дубае на несколько часов, обязательно откуда-нибудь там на меня падали деньги. То есть, поэтому для меня это такое место силы. Единственное, что не знаю, насколько это актуально сейчас, когда там, в общем-то, вся Украина, вся Белоруссия и половина России. Вот, что мне интересно было бы узнать, поскольку ты работала в Израиле, а Израиль считается очень сложной страной для въезда, особенно для русских девушек. Достаточно сложно въехать в Израиль. Уже умалчивая о том, что для всех, в принципе, сложен въезд, для русских девушек особенно. Расскажи, пожалуйста, как ты обходила вот эти вот моменты? Я никак их не обходила особо. Меня держали достаточно долгое время на допросах. Меня допрашивали трое разных людей. Проверяли абсолютно все. Телефон, кошелек, пересчитывали деньги. У меня было с собой приглашение. У меня есть родственники, живущие в Израиле. Только благодаря этому я нормально въехала. И, соответственно, у меня были деньги с собой. Без денег, шансов того, что вас пустят, практически вообще нет. Но ты ездила от агентства, правильно? Точно так же в Израиль, через агентство? Я нашла себе, да, там, агента, но с въездом они мне не помогали. Есть ли какие-то ошибки, табу, которые нельзя допускать с иностранцами? Разве что с арабами. Это месячные. Когда месячные? Да. Для них это какая-то... Они считают девушек грязными, когда у них идут месячные. Они не трогают якобы даже своих собственных шон. В так называемый период. И многие девушки с этим попадались. Бывало такое, что не у меня бывало, у девушки, которая со мной работала, что клиент находил тампон у себя в номере в мусорке и приносил на стол в клуб. И просил вернуть деньги. Да, у меня была ситуация тоже с арабом. Но это была просто жесть. Я не знаю, каким образом мы остались с друзьями. У меня получается так, что попала кровь на презерватив. Он это дело увидел, но я до последнего отпиралась, что это не месячные, что я поцарапалась. Наверное, минут сорок он мне говорил, скажи, пожалуйста, честно, что у тебя период и езжай домой. И мы увидимся. Я до последнего отпиралась, я понимала. Почему-то для меня это было только начало моего пути. Я под страхом смерти отпиралась, говорила нет. Но мы остались с друзьями. Он через полгода мне перезвонил и объяснил, как мы с ним познакомились. И он говорит, если у тебя нет месячных, можно тебя пригласить на день рождения. Ужас. А знаешь ли ты, почему вообще у арабов такое отношение к менструации? Мне кажется, это что-то из религии. Мне кажется, это внушается с детства арабам. Потому что было такое неоднократно, что мне рассказывали арабы, что они к своим собственным женам действительно не прикасаются во время месячных. И вот такое вот жених поверье. Они не трогают, прямо они отпрыгивают, убегают. Жесть. Расскажи, каких мужчин ты вообще предпочитаешь? Возрастная категория, поведение и так далее. Сейчас я, наверное, предпочитаю разных. То есть банально для меня главное, чтобы мужчина был вежливым, чтобы он был деликатным, чтобы он к мне хорошо относился. И это можно встретить, в общем-то, раньше я думала, что это можно встретить только в более взрослой категории, там от 35, от 40 до 60, 65. То сейчас я понимаю, что, в общем-то, в любой возрастной категории есть очень хорошие мужчины. А раньше, когда ты ездила работать за границей, какие мужчины тебе больше всего нравились? Какой возраст мне интереснее всего? Потому что ты упоминала, что там в основном были люди от 60 и выше. Как раз, когда я начинала работать, я искала какое-то чувство безопасности. И мне казалось, что мне его может подарить как раз-таки более взрослый мужчина. То есть, в общем-то, когда мне было 23-24, я заглядывалась больше на мужчин где-то от 60-70 лет. Приятнее всего мне работать, легче всего мне работать с европейцами, даже больше, наверное, с американцами. То есть, с ними у нас всегда какой-то ловится моментально одинаковый вайп, все хорошо, собственно, и мы очень легко друг друга понимаем. Возможно, схожесть менталитетов, интересов или еще что-то влияет, но приятнее всего мне с ними находиться. И, собственно, в сексе никого лучше я пока еще не встречала. А теперь про неприятных. Неприятные. Никогда в жизни у меня не было контакта с чернокожими людьми. В этом плане я расистка. Прямо меня очень сильно отворачивает. Соответственно, все коричнево-кожие туда же это индусы, пакистанцы, сирийцы. У меня было пару контактов с пакистанцами, но было не то чтобы прям очень сильно, мне приятно. Сейчас я отказываюсь от всех неевропейцев. Еще хотела спросить про азиатов. Как тебе они? Вообще азиаты – это очень прибыльные клиенты. Очень. И очень легкие в этом плане. То есть где-то в Дубае, да, я с ними работала. И работала очень даже за, потому что в формате вечеринки это все окей. Сейчас я также от них отказываюсь, потому что мне не вызывают они у меня эмпатии. Для меня они дети, они вот маленького роста и с вот такими вот размерами чаще всего. Если не брать в расчет Японию, я не знаю, как у них так вышло, но у них все выросло. Ну вот, а так азиаты. Хотя я очень даже их формат, очень они меня любят. Они очень любят девочек, блондинок, маленьких, худеньких. То есть у них прям вы. Хотелось бы узнать, какая поездка запомнилась тебе больше всего в позитивном ключе. Расскажи про свою лучшую поездку. Я расскажу, наверное, про два моих любимых и наиболее запомнившихся направления. Это была Южная Африка. Я прилетела в Йоханнесбург. И мы жили в бутик-отеле, прям в национальном парке. То есть просыпаешься рано утром и видишь дикую природу, видишь Львов. То есть на открытой машине видишь прайк Львов, которые пробегают мимо тебя. Видишь слонов, носорогов. И в дикой природе это абсолютно иначе воспринимается, чем в зоопарках. Это было круто, очень захватывающе. И безумно понравилась в Чили, понравилась природа, люди, еда. Замечательная страна, куда я хотела бы вернуться. Окей, ты сказала, что это была для тебя самая яркая по эмоциям поездка. Но получилась ли она прибыльной по деньгам? Получилась ли она самая прибыльная? Если нет, то в какую страну у тебя была самая прибыльная поездка? Нет, это не была самая прибыльная поездка. Самыми прибыльными поездками обычно были поездки в Дубай. Потому что там чаще всего я оставалась на продолжительный срок. То есть даже уже после того, как мужчина, с которым я была, улетала, чаще всего я успевала найти какого-то еще мужчину, который прилетал. А потом еще, а потом еще, а потом еще. И получалось иногда, что я оставалась там по месяцу, сопровождая разных людей. А сколько ты заработал за эту поездку в Дубай? Здесь очень сложно считать, сколько ты заработал именно за поездку. Потому что поездки сменяют друг друга. То есть ты находишься в одном месте, получил эту сумму за несколько дней, потом с другим человеком, с другим, с другим, с другим, полетел в другое место. И чаще всего я просто считала месячный доход. И ты его не озвучишь, могу предположить. Но месячный доход я работала каждый день. То есть чаще всего у меня был один выходной в месяц, если был. Ну и соответственно ты можешь легко посчитать сама, умножив на мою дневную ставку. Логично. 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 То есть это в районе 15 тысяч долларов было за месяц, плюс-минус? Плюс-минус. Окей. Ты сказала, что сейчас у тебя прям, ты являешься одной из топовых девушек на сайтах в Европе. Расскажи, пожалуйста, за какой прайс ты сейчас работаешь? И что туда включено, не включено? Сколько стоят твои допы, если они у тебя имеются? Я работаю за невысокий прайс, потому что прайс напрямую зависит от страны. То есть если ставить высокий прайс, ехать в тур, не имеет никакого смысла. Высокий прайс стоит у многих девушек, которые живут в стране на постоянной основе. То есть я же приезжаю в тур, чтобы работать определенную саму денег. Если я поставлю высокий прайс, многие мои постоянники просто это не потянут. Там не потянут приходить раз в два, в три дня, как это происходит сейчас. На данный момент я нахожусь на Кипре. Средний прайс стоит у девушек 150-200 евро час. У меня стоит 170 евро час. Чистыми ты всю сумму получаешь или отдаешь процент оттуда? Я плачу 25% агенту. Но повышать прайс здесь так же я не вижу никакого смысла, потому что имея постоянных клиентов, ты всегда имеешь чаевые сверху своего прайса. В этом тоже плюс. Я не хочу их делить. А вообще, насколько часто клиенты оставляют чаевые, например, на Кипре, в Дубае, в других странах? Где больше всего оставляют чаевых? Не оставляют вообще в Израиле. То есть там скупо отчитывается, очень большая, но очень скупо отчитывается ровно эта сумма. Оставляют практически везде. В Европе и в Дубае, в Дубае это чаще всего вообще ты зарабатываешь только чаевыми, если ты работаешь где-то на туре, не самостоятельно. Почему ты не работаешь сама на себя? Я не хочу заниматься организационными моментами. Мне не доставляет удовольствие общение с торгашами. То есть я начну сливать людей, которые торгуются сразу же, когда мой агент миленько с ними общается и вытягивает из них все-таки встречу, и они приходят и все-таки платят, и еще и платят больше, чем надо. У некоторых просто в крови вот это святое дело. С евреями, допустим, я бы тоже никогда не вывезла вот этот момент торгаши, что это раз. То есть я бы не общалась настолько мило, насколько это делает мой агент. И многие клиенты мне всегда об этом говорят, о том, что такая ты разная, конечно, вживую, и в переписке, в переписке ты намного милее. Вот, и я говорю, что подожди, я немного стесняюсь, сейчас я попозже буду милее. Жилье, менталитет, язык. То есть я не могу разговаривать на всех языках мира, но мне оно и не нужно. То есть киприоты не все говорят на русском, на русском уж тем более. На английском языке греки тоже не все. Ну и как и везде есть такие люди, которые, допустим, там... Никогда им не нужен был английский язык. Допустим, они могут знать 50 других языков, но английский не знают. Такое тоже бывает. Вот. И, собственно, им проще договариваться об этом. Также с поиском жилья. Не во всех апартаментах хозяева разрешают девушкам работать. И не все будут этому рады, за что бы они их там не сдавали. Вот. И также не во всех отелях можно работать. То есть, как правило, все агенты все это знают заранее. И, собственно, арендуют для тебя комфортное для тебя жилье, подбирают для тебя нормальные условия. Хотелось бы также услышать про негативный опыт, если у тебя таковой имелся. Расскажи про свою самую худшую поездку, если для тебя это комфортно. Расскажу. Одна из самых сложных поездок у меня была в Чикаго. Я должна была полететь туда с приятным белозубым Джоном, американцем. Он прислал мне свои фотографии. И когда я спросила, что требуется от меня, он сказал, что я просто очень давно не был в Чикаго, хочу там погулять. Летел он из какого-то другого американского штата, уже не помню откуда. И, соответственно, я приехала в отель, заселилась. Я прилетала первой, у него самолет был позже. И вместо белозубого Джона ко мне пришел пакистанский мачо, который, конечно же, был уверен, что у нас с ним будет грязный, долгий, продолжительный секс на протяжении всего этого времени. И сначала, когда я ему сказала, что договоренность была с другим человеком и совершенно о другом. Он мне сразу сказал, что тогда я не отдам тебе деньги. Я расстроилась, но не готова была вступать в отношения с мачо. Поэтому осталась в номере. Спустя какое-то время он сказал, что тебе стоит снять отдельный номер, потому что у меня из-за тебя все болит. Я слишком сильно тебя хочу. Я сняла себе отдельный номер. И спустя два часа он пришел ко мне в номер и сказал, что если мы прямо сейчас не переспим, то он отменит мой обратный билет. И я была уверена, что отменить билет из Америки невозможно, но оказывается, возможно. Деньги не возвращаются. Возвращается только топливный сбор. Но, тем не менее, я осталась без дохода и без обратного билета в Чикаго. И это была примерно середина чемпионата мира по футболу. То есть самое неблагоприятное время, чтобы улетать. Что ты делала дальше? Сначала я была уверена, что он не мог так сделать. Я пришла в аэропорт, отдала свой паспорт. Мне сказали, что в списке пассажиров меня нет. Я пару часов поплакала. Потом решила, что нужно как-то это все решать. И дальше я просто почувствовала себя мастером пикапа 99 уровня. За следующие два часа я нашла поездку в Хьюстон. И нашла человека, который, соответственно, провел со мной время в Чикаго. То есть я выкрутилась. Круто, круто. Ты нашла их на том же самом сайте, где и знакомилась? Да, я нашла их на том же сайте по поездкам. Еще такой вопрос. Ты летела туда без своих карманных денег? То есть у тебя не было запасов с собой такого? Конечно же, деньги у меня были. Но у меня всегда был принцип, что я не могу тратить больше, чем я заработала. А тот мужчина, ну мне его сложно назвать мужчиной, тот хрен в отеле, тебя никак не обижала в плане физического насилия, никак не склоняла к тому, чтобы у вас все-таки был секс? Ну, он был маленький и хрупкий, поэтому склонить его только я могла к чему-то. Но тогда еще у меня не было навыков госпожи. Увы и ах. Это было очень интересно. Мне было очень интересно тебя послушать. Просто крутейший опыт. Я как будто бы с тобой сейчас попутешествовала по разным странам, окунулась в скорость сопровождения разных мужчин. Это было очень интересно. Я думаю, зрителям тоже было интересно. Спасибо большое, что ты пришла, что уделила мне время, мне и моим подписчикам. Спасибо большое. Я тоже, в свою очередь, хочу тебя поблагодарить. Очень интересные вопросы. И даже благодаря тебе пришла некая ностальгия. Мне хотелось повспоминать те замечательные годы, когда... То доковидное время, когда мы еще могли путешествовать. Вот такой вопрос. Некоторые девушки приходят в сферу, потому что они очень любят секс, им нравится общаться с мужчинами. И вообще вот такой формат встреч для них максимально комфортный, оптимальный. Есть девушки, которые приходят, потому что исключительно из-за денег. Какая у тебя история, какие мотивы в твоем случае? Изначально я пришла также исключительно только из-за денег. Я не представляла, каким образом это должно приносить удовольствие. Я не понимала, как это вообще работает. Но через какое-то время, буквально пару дней, я поняла, как делать так, чтобы это приносило мне удовольствие и влилась слишком сильно. Что сейчас на европейских сайтах я была несколько раз девушкой месяца, и у меня там чуть-то не самый лучший комментарий. Супер. А это секрет, или ты можешь поделиться со мной, с моими подписчиками, как ты пришла к тому, что тебе это начало доставлять удовольствие? Нет, это не секрет абсолютно. Собственно, делать то, что тебе нравится, не делать то, чего тебе не нравится. Собственно, я никогда не прописываю в сервисе услуг, которые я предоставляю, то, чего я делать не хочу. Допустим, то, что для меня там табу, того же самого анала у меня нет, и никогда не было. Собственно, даже когда меня там пальцем трогают, я бросаю такой взгляд, что все все понимают и больше туда не лезут. А какие еще табу помимо анала у тебя есть? Ну, различные фетиши, золотой дождь, я даже не знаю их названия. А не лингусы? А не лингусы, ну, это же так, поцелуйчики. А, окей, окей. Ну и в завершение хотелось бы узнать о твоих планах на будущее. Расскажи, пожалуйста. Я сейчас нахожусь в таком периоде, что я учусь уже полгода, я наконец-то поняла, кем я хочу быть, когда я вырасту. И, собственно, я начала учебу. И есть у меня такое ощущение, что в ближайшем будущем, наверное, я либо возьму стол в профессии, либо как-то буду это дело совмещать уже с организацией своего собственного бизнеса. Пока я слабо представляю, но моя очаровательная жопка, я чую, что будут перемены, поэтому я не думаю, что больше, чем полгода я задержусь еще. А на кого ты учишься? То есть на дизайнера одежды. И ты также сказала про бизнес, то есть ты хочешь открыть какой-то свой магазин, заниматься одеждой, что-то связанное с дизайном, правильно? Да, я хочу иметь свой собственный бренд и зарабатывать любые деньги, какие я захочу на моих собственных идеях. Хотела бы в России или за границей? Я не знаю. Я не знаю, в какой стране я бы хотела жить. То есть я планирую приобретать недвижимость как в России, так и вне России, в какой конкретно я пока не особо. И учишься ты сейчас на заочном? Я обучаюсь в онлайне. То есть я перемещаюсь, но я продолжаю обучение экстрементно. Все? Наверное, все. Все вопросы, которые у меня были, в принципе, мы обсудили. Может быть, у тебя есть еще что-то интересное нам рассказать или что-то, чем бы ты хотела поделиться? Да, нет, наверное. Хорошо. Тогда спасибо тебе большое еще раз, что выделила время. Было очень интересно тебя послушать. Успехов тебе в твоих планах, в работе и в реализации своего собственного бизнеса уже. Было очень приятно с тобой поговорить. Спасибо тебе большое тоже. Было приятно познакомиться, приятно пообщаться. Я надеюсь, так же было очень интересно и вам. На сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok